так ну что продолжим катать какое-то задание уже сюжетное пошло демонстрация силы что-то какой-то комплект там в магазине бесплатный похож на объект с первой игры что-то вот эти вот белые капюшоны все дела вот этот плащ не знаю чем удаст особо здесь ничего прикольного наверно кроме внешнего вида и че я помню какой-то был кинжал который при попадании или препарировал я все надо пошарить в оружии стали будут так это копье у нас силовое поле мощная тема кстати копьес вот этот пожал его черта есть такая что восстанавливает немного здоровья за каждый практический удар восстановление препарирование вот с этой тема неплохо яйца допустим вот так где-то я носил полную такую вещь еще какой-то щит был который лечит восстанавливать после пяти успешных блоков пятнадцать процентов восстанавливаю все понятно короче с кинжаличным пока побегут так и стены серб египетский какой-то хапеш был вот египетский и это при том что меч после критического он как бы гореть будет прикольная тема при том что не езжи интересно так еще что-то у меня открытое осталось а вот церемониальный щит и броня миллион брони иберийские, византийские, египетские, русские четыре вида короче добавилось и это еще помимо этих четырех видов еще какие-то находились еще какие-то осталось найти в Ирландии миллион плачей все это типа улучшать можно но нахрен это надо все это улучшать так в предметах в рунах я вообще давно не шарился всякие разные есть я отслеживаю что тут за руны ну вот всякие есть квадратные типа крутые какие-то руны цепь ясти отравляющего яда всякая параша короче проворство чокнуться можно короче всякая херня всякие паруса беспонтовые вот кстати вот этот парус если не ошибаюсь найден случайно по какой-то карте сокровищ вот все карты сокровищ которые есть они когда находят сокровища там не золото ничего там вот эти вот обоссанные паруса татуировки всякая вот эта пара поэтому подметить как в против смотр а то надоело уже так задание пошаримся у нас задание отправиться куда-то там заручиться дружбой не не хрен с личными набегами они вроде как навсегда что у нас в кодексе походу может быть обучение или или торговые контракты это мы уже все прокачали это уже все понятно торговые посты тоже у нас все прокачаны уже все захерачил что можно так поэтому все а че еще пометить а база данных же еще регион добавить ирландия ирландия в раннем средневековье состояла из небольших королевских которые часто враждовали в теории у них был общий верховный король особенно много проблем было с крупными территориями раздробленным ульстером туманным и таинственным коннахтом шумным дублином а также миде родиной самого фланной силы все ясно география добавить бэн-балбэн гора бэн-балбэн или по-ирландски пинь-гулбань расположена в север от канахта ее крутые скалистые склоны увенчаны до странности плоской вершины именно тут разворачивались события о которых говорится в истории про финна маккула и его древнюю дружину финиев здесь же и яйц призывает нас холодным взглядом взирай на жизнь на смерть всадник проезжай тропа великанов настоящее геологическое чудо которое сформировано тысячами колонн древней вулканической породы легенды связывают их появление с фоморами так что я невольно задаюсь вопросом не имеет ли иису какого-то отношения ко всему этому но тут уж наверняка просто фантазия разыгралась холм тары это место считалось священным еще в неолите а в ирландских мифах говорится что здесь находится обиталище туата дэп даннан именно эти божества якобы принесли с собой камень фаль который как утверждают принимается петь когда к нему прикасается истинный король звучит не очень убедительно как бы то ни было по традиции на этом холме карнавале верховных королей гробницы бойн комплекс мегалитических захоронений памятников и камней которые использовались в древней астрономии многие из них украшены характерными узорами если что воздвигнуто все это было примерно за тысячу лет до Стоунхенджа сейчас это место зовется Ньюгрендж и считается одним из важнейших археологических объектов в Европе Арма с незапамятных времен эти места имели важное религиозное значение языческое капище под названием Ан-Уавь существовало неподалеку задолго до того как тут появилась деревня сама же арма начала играть особую роль когда Святой Патрик построил здесь в пятом веке каменную церковь сейчас в армии аж два собора носящих имя этого святого в девятом веке были также предприняты попытки наделить арму не только богословским влиянием но и реальной военной силы какие-то люди появились все составной игры так Азар Азар родилась в богатой персидской семье Ширазия ее отец распознал в дочери способности к торговле и доверил ей доверил ей растущее семейное дело так короче торговка борид маг имар отец борида звался имар или Ивор только не надо путать его с нашим любимым Рагдарсоном как как делают историки был викингом и частенько ходил в набеги на Ирландию тут ему так понравилось что он наконец перевез сюда из Норвегии всю семью они обосновались в Дублине который был отдельным маленьким королевством имар даже стал его правителем созданный норвежцами город со всех сторон окружали ирландские королевства из-за чего он постоянно находился в опасности в конце концов ирландцы осадили Дублин и почти полностью сожгли его тогда же погиб и сам имар оставив бориду в наследство осколки королевства новый правитель Дублина проявил коммерческий талант и восстановил город сделав его торговым центром со связями по всему миру Шихфрах единственный сын борида маг имара с возрастом начал стыдиться того что его отца больше не интересует торговля и дружба точнее больше интересует торговля и дружба верховного короля чем отвага которую традиционно ценят викинги мальчишка стал проявлять непокорность но по-настоящему противостоять родителю не богу как и любой другой подросток на этом этапе взросления он всем разочарован и всем недоволен но ему суждено стать королем дублина Киара выросла в туманном каннахте и была очень независимым ребенком так как родители язычники потакали всем ее желаниям от матери она научилась песням камня фаль что пробуждали его темную божественную силу звучит немного через чур но стоит помнить что все это нам известно чрезмерно поэтизированных вторичных источников красной нитью через те же источники проходят рассказы о крепкой связи которую Киара поддерживала с разрозненными язычниками и друидами все еще хранившими свою веру именно ради таких людей Киара согласилась занять пост Аллава Эрет то есть барда всей Ирландии став социальному статусу почти равной самому верховному королю флан предложил ей эту честь в знак признания ее таланта а также дал таким образом всем понять что в его королевстве уважительно относятся к ирландцам язычникам этого наверно в горе еще не произошло я уже об этом прочитал фракции ирландцы и войско лана северные и южные ирландцы веками боролись друг с другом за титул верховного короля а власть переходила от одной ветви династии к другой от южных хуинейлов к северным и обратно когда королем становился кто-то из северян он правил державой из Ульстера а южане предпочитали королевство миды в девятом веке противоречия между двумя враждующими сторонами не исчезли окончательно но в то же время ирландцев больше занимало появление даннов и последовавшие за этим набеги викингов под началом аэда финлята жители Ирландии успешно отражали нападение викингов в девятом веке а в 866 году практически полностью очистили от врага Ульстер после этого набеги даннов на некоторое время прекратились но тогда же с новой силой разгорелась многовековая борьба за трон Ирландии в свете флана в основном состояли придворные которые как и он входили в клан Халмайн но в его войске в отличие от воинства северян перемешались южные хуинейлы которые поддерживали его и викинги которых он призвал на помощь в общем враг моего врага и все такое но в случае с фланом этот подход действительно дал результаты раны Ирландии все еще зализывали раны после многочисленных сражений с предыдущим Верховным королем Аэдам Финдлио целью флана было навсегда прекратить передачу власти между северянами и южанами и он готов был принять любого кто мог ему в этом помочь впрочем достичь задуманного ему так и не удалось несмотря на долгое правление противники какие-то волчья колдунья в первую очередь расправьтесь с волком не дайте ей при прийти на помощь оборотню берегитесь ее ловушек колдунью повсюду сопрождает верный волк сама она умеет мастерить спиртоносные ловушки на погибель бракам под влиянием тумана который она напускает ее волк становится оборотнем также колдунья используют чары которые усиливают ее саму и оборотня даже не надеясь победить их лобовой атакой старайтесь парировать как можно чаще предугадывайте их выпады а затем контратакуйте беспощадные и чрезвычайно ловкие бойцы под влиянием колдовского тумана друиды отравители начинают наносить урон ядов а сами становятся к нему невосприимчивы вот зараза так же они умеют исчезать а потом появляться в другом месте чтобы нанести внезапный удар охотник за головами уворачивайте уворачивайтесь чтобы вас не сбили с ног будьте агрессивны не давайте им вылечиться следите чтобы вас не окружили свирепые бойцы которые любят опрокидывать врагов на землю так же они быстры и стараются окружить противника чтобы напасть за ним колдовской туман делает их еще более бесстрашными иногда они впадают в жуткую ярость которая дает им силы продолжать сражаться несмотря ни на какие ранения друид заклинатель почему-то щитом победите их прежде чем они заставят вас галлюцинировать избегайте их бомб нападайте сзади сперва может показаться что это практически безвредные бойцы на самом деле они пользуются бомбами которые покрывают поле боя туманом пробуждающим в ваших врагах опасные способности сами заклинатели под влиянием тумана могут исчезнуть и появиться на новом месте чтобы преподнести вам очередной неприятный сюрприз друид с кабаном выучите его приемы прерывайте его атаки мощными ударами кабана оставьте на поток этот воинственный друид везде ходит с ображдением верного кабана под влиянием колдовского тумана впадает в смертельную ярость когда кабан погибает офигеть их друид огня их пламенную натуру можно использовать против других врагов линклином вышибают но все все же не используйте против них огонь не подходите слишком близко это энергичные бойцы которые используют зажигательные бомбы если дать возможность любит огня нанесет жесточайший удар топором часто отгораживается от врага стеной огня и нападает из-за нее под влиянием колдовского тумана они становятся неуязвимы для пламени и вспыхивают сами нанеся успешный удар получают устойчивость урону оборотень вот это самая опасная херня что я видел старайтесь нанести как можно больше урона пока он в облике волка уворачивайтесь когда он пытается вас схватить или атаковать в прыжке осмотритесь вокруг возможно отыщите что-то способное причинить ему урон на первый взгляд кажется обычным волком но стоит эверу вдохнуть колдовской туман как зверь превращается в безумного кровожадного оборотня этот могучий зверо-человек способен выдерживать огромный урон все с кодексом покой теперь его моё просто обшленить сколько тут всего так даже все еще осваивать надо так хватка ассасина удержите чтобы автоматически подхватить тело после успешной весапной атаки ну это я не знаю смысла нету всю эту фирму братья если остановим бег в бою вражеские атаки не смогут прервать быстрый бег тоже не знаю ну какой смысл добыча ворона а даже не знаю взять нет пускай будет так тут у нас что пука севера вы не вздрагивайте от полученных ударов когда отселитесь из звука на восстановление эффекта нужно несколько секунд короче надо брать немножко мощь поднимется а где еще там что у нас есть так здесь поиск стрел насчет драккара даже не знаю насчет щитов вот этих надо ли это пусть стрел возьмем маркетант увеличивает шанс найти правительство собирая добычу убьем мастер щита автоматически поворачивается чтобы блокировать уражеские атаки поднимая щит возьмем так здесь что холодная ярость атаки врага не прерывает ваших действий когда вы наносите серию обычных ударов надо брать так все это есть дальше 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 что то здесь еще есть бесстрашный прыжок область поражения тоже нормальная тема так здесь готовность к бою в начале каждого боя у вас есть вот нормальная тема скоряжение ассесина сбиться ну пускай десять очков еще осталось вероятность вероятность критических ударов короче надо прокачивать уклонение ближний бой скрытность и безумная ярость атаки врага не прервут ваших действий когда в следующий раз упорируйте или внесете удар с помощью оружия или щита находящегося во второй руке круто 426 426 4 осталось получается оставшуюся надо прокачивать скорей охватка что там еще было что-то не изучено что ли осталось так это так это изучено а на 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 по на Капец, конечно, в древо, блин. Короче, одно очко навыков есть. Даже не знаю, прокачивать ли вот это всё дело. Пускай так пока будет. Что-то я всё-таки не понимаю, куда у меня одно очко навыков, чтобы прокачать осталось. Ладно, пускаем. Ну, способности у нас. Волкодав посильнее стал. Тут ещё не улучшенное приветствие. Ладно, погнали. Что там, задание какое? О, вот про это я говорил. Виртуальное украшение. А это охренеть. Щит какой-то. Вот костюм Альтавира. Вот костюм Альтавира. Который пойду по зирю. И подношение надо сделать. Принцерлуп. Вот он. Принцерлуп. Ура. Принцерлуп. Вон окила. Говорят, нужно, сука, стрелять в рыбу, потому что так хер поймаешь. Аааа, нас собирает. 2 есть по идее 3 4 4 4 5 5 5 9 10 10 10 10 12 12 13 14 15 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 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 15 16 16 16 18 Чего там за награды такие, что это интересно должно быть. Ты волнуйся. Это нужно не только нам, но и ему. Барит, приветствую тебя в Дэрроу. Сколько лет прошло. Благодарю, мой король. Надеюсь, мой дар был тебе по вкусу. Пряности, каких я прежде не видал. Да, ты меня порадовал. Это лишь начало. Скоро Дублин превратится в главный центр торговли в Ирландии. Живи долго и правь мудро, мой король. Твои слова. Честь для меня. А ты верна, Эйвор. Спасибо за храбрые дела, что ты совершил перед коронацией. Король. Похоже, враги вознамерились оборвать мое правление еще прежде его начала. Между северными и южными Уинейлами давняя распря. Но, клянусь, именно я положу ей конец. Готовишь войну? Верховный король должен иметь власть над своими землями. Если без крови не обойтись, так тому и быть. Дублин богатый город. Мы многое можем предложить. И воинов у нас хватает, а Эйвор в их числе. Я рад, что ты хочешь укрепить связи между Мидой и Дублином. Помощь мне действительно нужна. Но трудам твоим мешают твои же собственные подданные. О чем это ты? Во время коронации дублинские даны выкрали сокровища одного из наших монастырей. Келлскую книгу. Твоя поддержка весьма пригодилась бы мне. Но от такой непредсказуемости больше вреда, чем пользы. Я уже, блядь, все монастыри разграбил. Может, это я что спиздил там? Это книга – ценная реликвия. Ее лет восемьдесят назад создали монахи аббатства Айона. Тогда данные впервые достигли наших берегов. Книга должна была помочь сохранить христианскую веру в опасное время. Сейчас она символ стойкости. Если я верну книгу и накажу воров, будет ли Бариду место при твоем дворе? Возможно. Знаешь ли ты, где эти данные? В топе Хэйнхроя, к северу отсюда. Эйвор, это все лишь моя забота. Ждите здесь, я все сделаю. Лайсер-летеваш! Я все жду. Когда же у нас закончится работа? Жду в любое время, друг. Не забывай, Расна, аббат! Ну, погнали посмотрим, что там за сюжет такой. Инхроя. Здесь живут воры, укравшие Келлфскую книгу. Нужно осмотреть их тайники. Сюнин, укажи путь. ПЕМАЛЬНАЯ 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 МУЗЫКА Нападут, как только увидят. Щас будет подзагаз. Клянусь тюрам. Что там? Что-то случилось? Что это у нас там? Всех загасил. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Может, ее захочет купить кто-нибудь из безумных христиан. ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА